МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новостью дня с хэштегом коронавируса стало, пожалуй, заявление Палаты представителей США о том, что всемирная пандемия разразилась из-за утечки мутированного вируса из Уханьского исследовательского института. Но пока за Атлантикой выясняют причины, мы продолжим бороться со следствием. Это вечерний хэштег, далее поговорим о вакцинации. В последней части программы по счету, но не по значимости, к нам присоединилась врач-аллерголог-иммунолог Алла Логачева. Алла, добрый вечер. Здравствуйте. Вот смотрите, разработчики совместного китайско-российского проекта вакцины Конвиденция заявили о высокой эффективности препарата. Якобы это первый заграничный препарат, который наконец-то третью у нас прошел стадию испытания. Возможно, говорят, что в скором времени и лицензирование последует. Но не надо забывать, что у нас есть российские. Кто-то называет три, но мы будем называть четыре, потому что спутник Лайт почти как абсолютно самостоятельный препарат. Так вот, давайте попробуем с вами разобраться, потому что я думаю, что большинство до сих пор не понимают, чем они все отличаются. Ну вот спутник Ви, я честно скажу, я и привилась. Это векторная вакцина. Что это значит? Это значит, что для того, чтобы антиген вируса COVID-19 попал в наши клетки, используются специальные измененные биотехнологические аденовирусы. Их называют векторами. Они проводники антигенного материала вируса COVID-19 в нашей клетке. Это продукт биотехнологий, современные достижения нашей науки. По сути, эти частицы не живые, но их получают на основе аденовирусов. С аденовирусами наш организм очень хорошо знаком. Вакцина зарегистрирована официально с 18 лет. И я вас уверяю, что к возрасту 18 лет практически все взрослые люди хотя бы раз в жизни, а скорее всего многократно, аденовирусными инфекциями болели. Они вызывают простудные заболевания. В вакцине спутник Ви эти аденовирусы лишены возможности размножаться. Они лишены этих генов. А во всем остальном ведут себя как живые вирусные частицы. И нашим иммунитетом воспринимаются как вирусы, выглядят как вирусы, проникают в наши клетки как вирусы. И их особенность в том, что они имеют встроенный ген спайкового белка коронавируса. Когда они попадают в наши клетки при вакцинации, они вызывают в нашем организме синтез как раз этого спайкового белка, который иммунная система воспринимает как чужеродный. А так как они появляются в организме на фоне условной вот такой вирусной инфекции, правда вирусная инфекция в полноценном смысле не развивается, аденовирусы в организме погибают, размножаться они не могут. А симптоматика может быть? Симптоматика лёгкой вирусной инфекции за счёт этого может, да, возникать. Но особенность, уникальность этой вакцины в том, что помимо антител к спайковому белку, организм вырабатывает ещё и клеточный иммунитет, распознавая заражение. А ну это его трудно очень распознать, мне кажется. Это очень. Распознать, ну учёным, наверное, не так сложно, но тест-систем для массовой диагностики нет, к сожалению, их разрабатывают. Но тем не менее, именно клеточный иммунитет считается наиболее эффективным в отношении вирусных инфекций. Из всех зарегистрированных в нашей стране вакцин только спутник ВИИ, и это зафиксировано в инструкции к применению, вырабатывает не только гуморальный, но и клеточный иммунитет к вирусу COVID-19. Всё-таки эпиваккорона. Господин Гинсбург выступал, что не очень-то хорошая вакцина, почему-то он решил так выступить. Недавно люди, которые прошли испытания эпиваккороны, и об этом писали СМИ, выступили с предложением, ну наконец-то расскажите, что и как, потому что мы до сих пор не знаем, данные немного не открыты. Что можно сказать про эпиваккорону? Эпиваккорона по составу, ну если можно так выразиться, более простая вакцина, она содержит пептиды С-белка. По сути, это не полноценный спайковый белок, а белок, разрезанный на частицы, пептиды. Они не обладают свойствами полноценных белковых молекул, поэтому конъюгированы, сшиты с белками-носителями, чтобы наш организм, иммунная система их могла распознать при введении в составе вакцины. И антитела вырабатываются к этим участкам спайкового белка, к этим пептидам, поэтому вакцина формирует гуморальный иммунитет, не формируя клеточного иммунитета. Мегаэффективно получается? В отношении гуморального иммунитета она, возможно, высокоэффективна, данных окончательных пока нет, идет третья фаза испытаний. Для того, чтобы предотвратить проникновение вируса в клетки при контактах с зараженными людьми, этого бывает достаточно. Поэтому говорить о том, что вакцина неэффективна, пожалуй, пока некорректно. Мы не знаем данных. Ну, он должен пройти вверх какой-то. Кови-вак – цельновирионная, инактивированная вакцина. Все говорят, что это вот те прививки, которые нам ставят в детстве, они очень схожи вот с этим кови-ваком центра Чумаковского. Ну, отчасти правда. По сути, это выращенные в лаборатории культуры вирусов, концентрированные и убитые химическими реагентами. Цельновирионные, то есть готовятся из цельных вирусных частиц путём их разрушения химическими веществами. Содержат все антигены вируса, все его белки, но, конечно, уже в видоизменённой, неполноценной форме. Этого бывает достаточно, чтобы выработать иммунитет. Но, как правило, такие прививки сопровождаются повышенным риском реакции, потому что содержат слишком большой... Побочный эффект? Нет. Мы как мы говорим... Вы имеете в виду? Да. Побочный эффект. А я, наоборот, слышала, что кови-вак у него меньше побочка, чем у спутника от человека, который... Статистики пока нет. Да, их достаточно мало произвели в том числе, поэтому... Статистики пока нет, мы не можем об этом пока с уверенностью говорить. Но дело в том, что раз вакцина заведомо содержит большое количество молекул для организма чужеродных, они могут восприниматься как чужеродные молекулы, токсины. Вероятность побочных реакций в виде традиционных на вакцины повышения температуры, гриппоподобного синдрома, ламоты, синдрома интоксикации для такой вакцины, скорее всего, выше. А вот скажите, пожалуйста, есть разные мнения на этот счет, но все-таки есть ли какие-то возрастные ограничения для каждой прививки? Или все-таки все и для всех и в раз? От 18-ти, да, сейчас подростков пока испытывают, смотрят, как на них будет действовать спутник ВИИ, но вот нету для постаршего, вот, пожалуйста, вот это... Ну, у нас есть инструкции Министерства здравоохранения, они четко определяют возраст, разрешенный для введения данных вакцин. Все вакцины разрешены с 18 лет, все 4. А после 60 лет остается только Ковивак. Вакцина, простите, я говорила... Эпиваккорона. Я прошу прощения, да, эпиваккорона и спутник ВИИ, да. После 60 лет только эти вакцины используются. А правда говорят, что почему-то взрослые люди, 65+, значительно легче переносят вот это вот побочки от прививки, нежели молодежь? В связи с тем, что они уже со многими вирусами сталкивались. Возможно, и этот механизм. Ну, и мы также не забываем, что их иммунитет уже не такой молодой, активный, эффективный, не так остро, возможно, реагирует на внешние агенты. Да, возможно. Алла, спасибо вам большое. Ну, вроде более или менее разобрались. В любом случае, какую бы вакцину ни выбрали, главное хоть что-нибудь выбрать. Видимо, у нас такая небольшая сегодня была репетиция перед завтрашним эфиром, потому что на прошлой неделе вечерний хэштег объявил сбор вопросов относительно вакцин. Смотрите завтра ответы на все самое интересующее вас. Ну, а сегодня для вас в студии работали Дмитрий Чашков и Дарья Власова. Ну, а прямо сейчас передаем слово коллегам Тюменской службы новостей. Всего доброго.